Привет, с вами Ника, и сегодня, да, я хочу поговорить о таких проблемах, как любовь. Да, я считаю, что любовь-то проблема, действительно, это то чувство, которое мы не можем объяснить, потрогать, и... Я думаю, малая часть может испытать настоящую, искреннюю, взаимную любовь, поэтому... Я считаю, что это довольно серьезной проблемой, ну, не такой серьезной, конечно, как коронавирус, но все же... И да, извините, я постараюсь не шутить на эту тему, потому что понимаю, что люди действительно умирают. Ну, это такая... Улучшая тема для шуток, извиняйтесь, если что. Так вот, что там? Что по поводу любви? Мы можем любить... Я не поддерживаю эту теорию, что мы любим в жизни раз, но согласна с тем, что мы ищем после первой любви, мы ищем похожих. Да, с этим я согласна. Но точно не один раз. Я придерживаюсь такого, что есть настоящая любовь, вернее, нет, первая любовь, а после идет настоящая. Все остальное либо симпатия, либо привязанность, либо подобные чувства. Ну, как бы это для каждого разную, по-разному, поэтому так, да. Что мы можем сказать? Первая любовь — это чувства, которые... Это самые яркие чувства, которые у нас есть, и я думаю, они остаются на всю жизнь. Хотя не у всех, конечно, потому что, ну, у моей хорошей знакомой была первая любовь. И она, ну, уже потом уже, когда начала жить с другим человеком, у нее было очень много хренового с этим человеком, поэтому она плохо что помнит... Ну, как бы, да, не мудрено, сколько лет прошло, но не суть. Она плохо помнит хорошие моменты с тем человеком, которого первый раз любил. Хотя это была очень искренняя и взаимная любовь. Это странно, но это так. То есть, ну, бывает в жизни огорчение. Ну, что еще могу сказать? Ну, настоящая любовь встречается, когда мы уже повзрослели. И также по стечению обстоятельств это может быть совершенно случайно. Ты будешь ехать в метро, а он уступит тебе место, или... Вы познакомитесь где-нибудь на просторах сети. И, возможно, ты увидишь его, подумаешь, боже, кто это вообще-то, ну, в задницу придурок какой-то. Уйдешь, а буквально через неделю ты можешь его встретить снова и увидеть с другой стороны, не с той, с которой я начала. Ты можешь изменить полностью мнение о этом человеке, и я считаю это нормально. Это очень весело. Как говорит мой старый знакомый, жизнь такая. Он очень старый знакомый, да. Но дело не в том, сколько мы знакомы. Просто дело в том, сколько эмоций и воспоминаний там для этого человека. Я ненавидела эту фразу, и, наверное, ненавижу ее до сих пор, потому что мы способны менять свою жизнь. Но тут, получается, идет такое раздвоение, что я говорю за судьбу, что вот, если судьба, то вы встретитесь с этим человеком, все такое, да. А жизнь такая, что вот может повернуться все так, потому что жизнь такая, я с этим не согласна. Ну, как бы, да, меня зовут Ника, поэтому так. Этот человек мне постоянно доказывал, что жизнь такая, и вот все, точка, потому что вот, ну, не может быть по-другому, потому что жизнь такая. Жстокая, грустная и печальная. А я доказывала обратно. И, наверное, если бы я сейчас общалась с этим человеком, и мы бы снова зашли в спор, я бы отстаивала свою позицию до конца, как я это делала. Но, посещение обстоятельств, я не общаюсь с этим человеком. И вряд ли когда-нибудь, ну, это уже личное, поэтому не будем приходить. Всему свое время, да. Фраза довольно странная, но это так, особенно непонятно и странно для тех, кто очень нетерпеливый. Я сама такая же иногда была, поэтому это не страшно, да. Просто подождите чуть-чуть. Ребята, я себя так же успокаивала, типа, что вот, нужно подождать, и все будет хорошо, но не думаю, что это хорошая идея. Так тоже говорит мой один хороший знакомый, с которым мы познакомились совсем недавно. Это тоже, это лично, не будем переходить на личности, поэтому вот так. Он говорит это потому, что я постоянно хочу все и сразу, да. Я такой человек, что вот, ну все и сразу, и все, я не могу ждать долго. Типа, если я хочу, я буду делать то, что мне надо. Ну, как бы, это правда жизнь. Если человек хочет, то он делает. Да, если не хочет, то ищет оправдание, да. Поэтому, как бы, ребятки, вы можете сразу по человеку понять, что если он, допустим, допустим, вот, у вас тренировка. Вы идете туда, несмотря на то, что у вас там много домашки или еще что-то, и не потому что просто надо, а потому что вы этого хотите. Если вы не хотите, вас никто не может это заставить делать, так же, соответственно, идти на тренировку, да. А если человек не хочет, то он, ну, он не ходит. Он не ходит, он ищет оправдание любыми способами причины, чтобы не пойти и тому подобное. А если человек хочет, то это сразу видно, это как бы, ну, легко понять по человеку, это психология. На самом деле это очень легко, но не суть. Да, я думаю, больше нечего сказать. Мы разобрали немножечко тему. Это такое, типа, разговорное видео, которое мне нравится. Ну, просто нравится разваривать с теми, кто меня смотрит. Надеюсь, вы меня еще смотрите и до конца досмотрели это видео. Поэтому, если что, знаете, я вас всех очень люблю. Это не наигранные эмоции, потому что, ну, я думаю, что когда человек после того, как он поплакал, он не может тупо наигранно быть. А я только что плакала и не обращайте внимания, все в порядке. Я смотрела фильм в метре друг от друга. Мнение о этом фильме вы можете найти на моем канале. Я ссылочку обязательно скину в описании, можете там посмотреть. Также смотрите другие мои ролики. Я снимаю про баскетбол. И только про баскетбол, да, немножко. Также свою личную жизнь в школе, как я пою, как мы танцуем с девчонками. На сцене для родителей, для учителей на КВН и тому подобное. Так что следите за новостями. Всем удачи, выживайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok